Укулеле Оригинальная версия звучит следующим образом И идет дальше там по кругу еще раз И чтобы сейчас понимать, какие иероглифы я выведу на экране Вам нужно уметь играть по тапам Что это такое, как же это читается и звучит Я объясняла вот в предыдущем ролике Обязательно подчекай, посмотри Цент тут ничего сложного нет У нас есть с вами основные какие-то аккорды Аккорды могут списываться не только в схемках, которые мы привыкли с вами видеть Но и при помощи таблатурной записи И вот если этот аккорд популярный Я вам буду показывать две вариации Аккорд в схемке и аккорд в тапах Будьте внимательны, запоминайте На будущее вам это очень сильно пригодится Первый аккорд Аккорд ЕМ Зажимаем первую струну на втором ладу Далее вторую струну на третьем ладу И третью струну на четвертом ладу То есть вот такая вот лесенка Следующий аккорд Аккорд Д Мы зажимаем с вами вторую, третью, четвертую струну На втором ладу через три пальца Дальше у нас идет с вами вариация То есть упрощенная версия аккорда БЭ Мы зажмем первую, вторую, третью струну Тоже на втором ладу По идее там нужно сыграть вот так вот Но мы с вами упростим И сыграем тоже через три пальца нижние три струны Красиво звучит Айнане Дальше у нас с вами идет какой-то открыт аккорд Мы его типа не знаем Играем три струны подряд Вторую, третью, четвертую И последний аккорд вступления Аккорд АМ Мы зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу Можно сыграть его полностью Можно сыграть верхний только три Посмотрите, как вам удобнее Как будет вообще в принципе звучать Вот, это у нас с вами четыре аккорда Которые понадобятся для вступления То есть ЕМ Д Дальше не ДБМ Открыты какие-то там три струны И аккорд АМ Все, супер Мы на это сейчас будем навешивать мелодию Мелодия в основном у нас с вами будет играться на второй струне И вот смотрите В правой руке, чтобы это все сыграть Можно сыграть разными вариациями Или играть все через большой палец То есть вот вы сидите такие И так далее, да? Ну а кто чувствует, что играть все большим пальцем слишком легко Вы можете играть чередованием указательного и среднего То есть я когда буду играть мелодию Я сама играю обычно чередованием Очень удобная штука, удобная техника Попробуйте отдельно на каждой струне сначала потренироваться И потом уже это все внедрять в нужную нам мелодию Тут в принципе-то все просто То, что у нас на будет написано цифра 3 Это значит третий лад Если у нас с вами написано цифра 0 Это значит открытая струна Мы ничего не зажимаем в левой руке Ну и соответственно если второй лад То вторая струна Давайте в медленном темпе Сейчас будем соединять первые два такта То есть получается сначала аккорд И пошла мелодия на второй струне Давайте еще раз Если вы чувствуете, что в какие-то моменты вы можете добавить приемы там Хамерон, Пулов и Пра-па-па-па-па Про приемы у меня тоже было отдельное видео Обязательно посмотрите То в принципе в этом кусочке можно использовать следующие приемы Хамерон Дальше у нас с вами идет третий-четвертый такт И обратите внимание В третьем такте написаны какие-то цифры в скобочках Это в музыке называется залегованные ноты Которые мы не будем играть Ей просто не хватило места в предыдущем такте А звук должен как-то длиться Поэтому мы их это все лягуем И помним, что мы это не играем Но звук идет Поэтому на будущее Если вы увидите где-то табы, которые написаны в скобках Помните, мы их не играем Третий-четвертый такт звучит следующим образом Давайте чуть мельнее Если чуть мельнее собрать первую строчку То получается следующее Кто не успевает Ставьте на паузу Смотрите, что я сыграла Попробуйте повторить Или замедлите видео на самом ютубе Дальше смотрим пятый-шестой такт Звучит следующим образом Тоже обратите внимание В пятом такте Начало залегованные ноты Не играем их Повторяю еще раз Медленнее Вот смотрите Если вы В принципе сыграете все струны То есть включая первую струну Тоже неплохо звучит Но в оригинале ее, конечно, нет Посмотрите Вы можете сыграть Опереться Каким пальцем, которым вы играете На первую струну То есть немножко на ней повисеть То есть Пожалуйста, пробуйте Или полностью сыграйте Но опять же Следите, чтобы у вас первая струна Сильно не выделялась Так, еще раз Пятый-шестой такт Ну и концовочка остается И потом идет как бы повтор Еще раз Чуть медленнее Соберем полностью вторую строчку Вот смотрите Я на последнем такте написала Последнюю цифру 4 По идее Надо там уже играть Аккорд Е-М Если вы повторяете еще раз подряд Если вы сыграете вот эту схемку То есть вот эти две строчки один раз Сразу идете петь куплет Вот, все зависит от вас Как вы хотите, чтобы звучало Давайте пробовать соединить все полностью От начала до конца Две строчки оригинальной версии В медленном темпе Это у нас с вами была оригинальная версия Теперь как же сыграть такое же вступление Но в более легком варианте Что у нас с вами получается в легкой версии Да по сути все то же самое Только без аккордов Играем мелодию в основном на второй струне Ну а кто скипнул сейчас на легкую версию Напоминаю, что то, что у нас будет написано в скобочках Мы не играем Давайте посмотрим первые два такта Как они будут звучать Чуть-чуть медленнее В правой руке я сейчас играла чередование Указательный средний палец Кому сложно играть все большим пальчиком Тут нормально звучит Дальше у нас такты Соберем полностью первую строчку Следующая строчка Первые два такта Теперь чуть медленнее И последний два такта Чуть медленнее Теперь полностью вторая строчка А теперь полностью легкая версия вступления От начала до конца А теперь чуть быстрее Также по идее эту версию нам нужно сыграть два раза подряд Так что ну смотрите, как вам удобно Можете играть один раз, можете сыграть в... Разбор на укулеле Друзья, я хочу вам сообщить о том, что теперь помимо моей подписной укулеле и аксессуара к ней У меня вышла полноценная книга Укулеле по шагам На самом деле это не просто книга, а целая энциклопедия В ней собраны абсолютно все мои знания систематически от простого к сложному Ну на то это и укулеле по шагам Кто рассматривает укулельку в качестве аккомпанемента или инструментального инструмента То эта книга специально для вас Также в этой книге есть QR-коды, укулеле трекеры, смешнявки, мемы, стикер-пак Так, для любителей наклеечек тоже я о вас позаботилась Ну а всю подробную информацию про свою коллекцию скрипышей я оставила в описании Разбор на укулеле Теперь, что касается самой песни, какие же в ней играются аккорды Первый аккорд, аккорд ЕМ Зажимаем с вами первую струну на втором ладу Далее вторую струну на третьем ладу И третью струну на четвертом ладу Далее у нас с вами идет аккорд АМ Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу Затем идет аккорд Д Это у нас четвертая, третья и вторая струна на втором ладу Зажаты через три пальца И последний аккорд, который нам понадобится, это аккорд С Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу Все вместе это ЕМ АМ Д И С Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что в куплетах и в припевах Порядок аккордов меняется Это у нас была левая рука Теперь что же делать в правой руке В принципе в оригинале у нас с вами играется какой-то один рисунок боя с оглушением на всю песню Но я понимаю, что у всех уровень игры разный, поэтому я подобрала вам следующие рисунки Которые тоже подойдут идеально в эту песню И мы будем их играть один раз на один аккорд Первый вариант у нас с вами вниз, заглушка, вверх, вверх, заглушка Еще раз Вниз, заглушка, вверх, вверх, заглушка Причем обратите внимание, я сейчас очень челово показываю Что вот эти удары два подряд вверх, которые Я их играю очень расслабленно То есть я не играю вверх, 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 заглушка Обратите внимание, когда вы сейчас будете это играть У многих проблемы, когда мы играем вот так вот Не надо, не надо так делать Очень спокойненько, мягенько, ритмично Посмотрим, как это будет выглядеть на первые две строчки Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо Про то, что больше не могу смотреть на терьмо Очень так хорошо, симпатично выглядит Есть вариация вторая, когда мы к этому рисунку добавляем последний удар наверх И тогда получается вниз, заглушка, вверх, вверх, заглушка, вверх По ритму это звучит так Вот этот последний удар наверх, который мы играем Он довольно-таки быстрый То есть вам нужно очень быстро сыграть Глушение, второе, и удар наверх С аккордом это будет звучать примерно так И причем, когда мы это смотрим в совокупности Сразу нескольких аккордов подряд Звучит довольно-таки симпатично Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо Про то, что больше не могу смотреть на дерьмо Трати-та-та и так далее Третий вариант у нас такой уже более поинтереснее Есть побольше ударов наверх и вниз, заглушение Выглядит следующим образом Вниз, вес, заглушка, вверх Вниз, вверх, заглушка Чем-то напоминает совский бой, который у нас будет последний, четвертый Но в этом рисунке нет последнего удара наверх Смотрите, то есть вниз, вверх, заглушка, вверх, вниз, вверх, заглушка Очень ритмичный, очень крутой Всем советую, кто не знает, что выбрать Вот под него сразу охота петь Белый снег Серый лед Да, очень ритмично Я выключаю телевизор Я пишу тебе письмо Про то, что больше не могу Смотреть на дерьмо Та-ти-та-та И последний вариант у нас как раз идет с вами любимый шестерка Сглушение по-другому Советский бой Когда к этой конструкции, которую только что мы сейчас играли Добавляем удар наверх И получается вниз, вверх, заглушка Вверх, вниз, вверх, заглушка Вверх Еще раз С аккордами, со словами Я выключаю телевизор Я пишу тебе письмо Про то, что больше не могу Смотреть на дерьмо Та-ти-та И так далее То есть получается у нас с вами есть 4 рисунка боя Которые идеально подойдут в эту песню Смотрите, не обязательно вам брать какой-то конкретный один И играть на всю песню Вы можете сделать так, что в куплете звучит один рисунок В припеве, например, звучит другой рисунок Пожалуйста, дело ваше Не забывайте креативить Пробовать что-то новое, миксовать В общем, главное, что у вас есть база основы Которую я сейчас вам дала Дальше уже идет дело за вами Разбор на укулеле Я же выберу для себя последний рисунок боя Буду играть им один раз на один аккорд И как это будет выглядеть с первым куплетом Я выключаю телевизор Я пишу тебе письмо Про то, что больше не могу смотреть на тюрьму Про то, что больше нет сил Про то, что я почти забил, но не забыл тебя Про то, что телефон звонил Хотел бы, чтобы я встал Оделся и пошел А точнее побежал Но только я его послал Сказал, что болен и устал И эту ночь не спал Чем мне нравится вообще музыка группы кино Виктора Цой Она очень ритмичная Вот если вы почувствуете вот этот ровный вайб Вот этот ровный ритм У вас все получится Самое главное просто, чтобы у вас получилось петь и играть одновременно Вам нужно каждый элемент отдельно выучить То есть левая рука, это аккорды, порядок их Правая рука, да, что мы тут играем, какой рисунок Это все сначала соединить И потом уже начинать на это все петь Вот что самое главное И такая ритмика будет на каждый куплет Давайте то же самое проделываем с вами со вторым куплетом А с погодой повезло Дождь идет четвертый день Хотя по радио сказали Жаркой будет даже темно Впрочем, в той тени где я Пока и сухо, и тепло Но я боюсь пока Одни идут чередом День едим, а три пьем В общем, весело живем Хотя и дождь За окном магнитофон сломался Я сижу в тишине, чему и рад вполне То же самое у нас с вами и с третьим куплетом А за окном идет стройка Работает кран И закрыт пятый год за углом Ресторон на столе стоит банка А в банке тюльпана на окне И так уйдут за годом год Так и жизнь пройдет И в сотый раз маслом вниз Упадет бутерброд Но может будет хоть день Может будет хоть час Когда нам повезет В принципе, все очень ровненько по куплету А вот в припеве уже становится намного интереснее Посмотрите внимательно У нас, во-первых, порядок аккордов поменялся Появились аккорды D и C И посмотрите внимательно Потому что в оригинале у нас с вами идут распевы Не спешите быстро играть, представлять аккорды Больше здесь внимание уделяйте на ритм правой руки Вот она у нас четенько играет один раз на один аккорд Чтобы вам было удобно под это все спеть Выглядеть это будет примерно следующим образом Я жду ответа Больше надежд нету Скоро кончится лето И там, по идее, должен быть как раз тот проигрыш То вступление, который мы разучивали в самом начале Смотрите, очень интересный момент В припеве есть распевы Это мы уже поняли И также есть паузы между словами Где у нас играются только аккорды То есть он, например Я жду ответа И там идет вот этот проигрыш Там больше надежд И только на C мы вступаем В принципе, я вам сейчас это же все подписала И никаких проблем, по идее, возникнуть не должно Давайте теперь чуть-чуть медленнее Зная вот эти все нюансы Споем еще раз припев Я жду ответа Больше надежд нету Скоро кончится лето И так будет петься каждый припев И, в принципе, после каждого припева будет играться этот проигрыш Если вы не хотите играть каждый раз этот проигрыш После припевов Вы можете играть два раза аккорд ЕМ Тем же самым боем, что играли до этого В принципе, тоже сойдет Как-то так мы посмотрели песню Теперь самое время ее собрать Что у нас получается в конечном итоге Субтитры сделал DimaTorzok Я выключаю телевизор Я пишу тебе письмо Про то, что больше не могу смотреть На дерьмо Про то, что больше нет сил Про то, что я почти запят Но не забыл тебя Про то, что телефон звонил Хотел бы, чтобы я встал Оделся и пошел А точнее побежал Но только я его послал Сказал, что болен и устал И эту ночь не спал Я жду ответа Больше надежд нету Скоро кончится лето Это Субтитры сделал DimaTorzok А с погодой повезло Дождь идет четвертый день Хотя по радио сказали Жарко и будет даже день Но впрочем в той тени Где я пока И сухо, и тепло Но я боюсь пока Одни идут чередом День едим, а три пьем В общем весело живем Хотя и дождь за окном Магнитофон сломался Я сижу в тишине Чему и рад вполне Я жду ответа Больше надежд нету Скоро кончится лето Это Магнитофон Магнитофон За окном идет стройка Работает кран И закрыт пятый год За углом ресторана На столе стоит банка А в банке тюльпана На окне стакан И так уйдут за год им год Так и жизнь пройдет И сотый раз маслом вниз Упадет бутерброд Но может будет хоть день Может будет хоть час Когда нам повезет Я жду ответа Больше надежд нету Скоро кончится лето Эта 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 Но если в какой-то момент тебе был непонятен, то я оставила все тайм-коды, обязательно перематывай и смотри. Если тебе понравился данный разбор, то дай мне об этом знать своим лайком и также пиши в комментариях, какую следующую песню или модью разобрать. Шансы повышаются, когда вы что-то пишете, я понимаю, что я сейчас в моде, что я сейчас в тренде, в чем есть запрос и разбираю это вместе с вами. Также напоминаю, что у меня на канале есть целый плейлист с разборами песен группы кино, обязательно туда заглядывай, смотри, учись и потом играю себя во дворе. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня сейчас на бусте. Вот они. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал и мое почтение. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Привет, ребята, товарищи, друзья, коллеги, братья, сестры, бинарные персоны, всем халло! А что я там научила? Что за бой-бой-перебой? Окей, там бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, там второй куплет, соты раз, с маслом, угу, нифига, вот как всегда и, как всегда и.